Всем привет! Меня зовут Юля Бандак. Добро пожаловать на мой канал. Я стилист. Здесь мы говорим про стиль, про Стокгольм и про эстетику повседневности. Но сегодня будет небольшой диалог с вами. Мне прилетел интересный вопрос. Как перестать осуждать, по моему мнению, безвкусно одетых девушек в транспорте и дать людям быть самими сабими? Кш-кш-кш-кш-кш-кш-кш-кш-кш. Вообще, друг отбились. Знаете, это иногда безизбежно, что хочется кого-то осудить. Так, кто знает, тот поймет, откуда эти цитаты. И я сразу тогда узнаю, кто из вас болельщики фигурного катания. Так вот, у меня есть два решения по этому поводу. Одно короткое, а другое длинное. Короткое решение. А вот вообще работает на все 100. Если у нас есть какое-то мнение, и оно не касается нас, оно касается другого человека, то никто не давал нам никакого святого права его выражать. Понимаете? Если у нас есть мнение, это не значит, что его надо выражать. Вот оно бурлит, как будто бы вырывается наружу, как лава. Нет, вы не вулкан. Вы взрослый человек, мы все можем контролировать свои эмоции и то, что мы говорим. А если мы не можем, то это эмоциональная распущенность. Это не вот, берите меня такой, какая я есть. А да, просто человек не работает над собой и говорит все, что в голову пришло. И как бы тут не о чем гордиться. Раньше мне долго помогало просто знание того, что мое мнение – это мое мнение. Их одежда, их дети, их машины, их что-то там – это их машины. И знаете, много энергии экономится. Я когда перестала осуждать фигуру других девушек, она поправилась. Ага, она похудела. Как она похудела? Надо узнать, как она похудела. А это-то нажрала после беременности. Я как только перестала это делать, где-то лет в 28, то у меня сразу же практически отпали все вопросы к своей фигуре. Мне стала нравиться моя фигура. Я стала себя любить. Я перестала думать, что про меня кто-то думает, что я потолстела. Я там какая-то не такая. То есть просто не осуждаем других, и мы тут же перестаем осуждать себя. А это очень круто – жить, когда ты друг самому себе. Девчонки, быстрое объявление. Уже в этот понедельник, 6 мая, стартует мой курс «Ключи к стилю», благодаря которому вы получите минус 10 килограмм, минус 5 лет к паспорту только за счет одежды. И все это за 7 недель, смотря короткие уроки по 10-20 минут в день. И причем не каждый день. После курса вы научитесь сочетать цвета, усаживать вещи по своей фигуре. Вы найдете свой стиль. Вы поймете, какие цвета и принты вам к лицу. Также мы разберем гардероб. Да, все вместе это сделаем. Наконец-то у вас будет в шкафу красиво, как в бутике. А еще вы получите урок «Архитектура стиля», где я вам покажу, как пользоваться фишками, которые используют в своей работе стилисты, чтобы образы выглядели законченными и с изюминкой. Ну и, конечно же, вам не придется бегать и искать по магазинам идеальный пиджак, идеальный джинсы, идеальный свитер или еще что-нибудь, потому что я дам вам шоппинг-листы, где я заранее отберу вещи, которые считаю классными. Ну что, я вас заинтересовала? Переходите по ссылке под видео, выбирайте тариф. Давайте вместе подготовимся к лету и составим гардероб из тех вещей, которые вам реально нравятся. До встречи на курсе. И второе решение, оно немножко длинное. Я проходила один курс, где рассказывали про свое место в жизни по отношению вообще ко всем, там, к своим детям, к своим родителям, братьям, сестрам и так далее. И там сказали такую интересную вещь, что когда у нас есть вот мнение по поводу кого-то там, не относящиеся к нам, то мы становимся как будто на место Бога. То есть ты смотришь вот так вниз, сверху вниз на человека, высокомерно. Ммм, как она безвкусно одета, не то что я. Это мы становимся на место Бога в таком случае. И за это прилетает. Отнимаются деньги, отношения и здоровье. То есть как только мы становимся в позицию Бога по отношению к другим людям, рассказываем, что им делать, как им жить, то да, мы как будто боженька сверху на них созерцаем. Это не так. Мы все равны. И вот это нужно понять. Мы все равны. Девушка в транспорте, которая одета, кажется безвкусно, мы с ней равны. Я не лучше нее, потому что на мне какие-то там дизайнерские вещи. Вообще нет. И как только мы перестаем вот так вот осуждать других людей, у нас, честно говоря, да, так и происходит, что приходят и деньги, и отношения улучшаются, и здоровье. И, кстати, чем больше мы даем бесплатных советов, тем меньше денег у нас становится. Вот проверьте. Советы нужно давать только в двух случаях. Если их у нас спросили, и если нам за них заплатили. Если не спросили и не заплатили, то советы можно оставить при себе. Каждый совет, который мы даем, когда нам за него не заплатили, мы отнимаем деньги от себя. Потому что это все равно энергия, которую ты передаешь другому человеку, а он тебе за нее никак не заплатил. Ну, не произошло никакого обмена, потому что он не просил, чтобы мы эту энергию ему давали, на него сливали. В этом видео я вам разрешаю. Я прошу ваше мнение. Видите, я когда прошу мнение, я супер рада комментариям и советам. Но прошу мнение по теме видео, а не по поводу того, что у меня, не знаю, какие-нибудь там... Не такие глаза, губы, рога, руки и так далее. Про платье можно комплименты делать. Кстати, сейчас еще кто-нибудь придется и скажет, а, знаешь, так хорошее можно говорить. Он прям вот критику вообще не хочет воспринимать. Критика тоже должна быть по запросу и конструктивной. Ну, вообще, да, он как бы блогер, он может даже установить такие правила на своем канале, что если ты ничего про его личность, внешность, внешность в частности, там, не хочешь хорошего сказать, то не говори ничего, не надо оскорблять, не надо как-то говорить то, что человека может обидеть. И я еще обычно, знаете, как думаю, если я не могу сказать человеку что-то в лицо, вот я себя встретила на улице и сказала, ужас, ты жирная, волосы у тебя торчат. Если я лично человеку не могла что-то сказать, то я и онлайн тоже не говорю, потому что это то же самое. Я понимаю, что многим людям это как ножом по сердцу, потому что выражать критику для них какой-то своеобразный спорт. И есть комментаторы, для которых это тоже по ходу дела вид спорта, ходить и указывать на недостатки человека, который, кстати говоря, делает что-то очень страшное. Выйти и говорить в видео, ты настолько открываешься, ты показываешь себя таким, какой ты есть, ты не можешь ничего скрыть, это страшно. И люди, которые это делают, я не знаю, зачем их осуждать. Нужно их поддержать, то, что они проявляются. Я думаю, что можно найти какие-то другие способы развлечься, а не ходить и не оставлять токсичные комментарии под роликами незнакомых людей. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Если вы еще не подписаны, то, пожалуйста, подпишитесь на канал. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк. Увидимся в следующем видео, пока мы можем встречаться в Инстаграм или в Телеграм. Всем пока. Если вы до той записи, мужчина хочет у меня попросить с их деревом, я не знала, что оно казенное. Мы просто там играем в бой. Наверное, мы хотели туда кинуть мячик, и думали, что мы эту девушку. Ладно, я сейчас не на своей территории, не спущусь с нее. Субтитры сделал DimaTorzok